С вами Борис Тизенгаузен. Сегодня 11 сентября и сегодня может случиться то, чего Украина ждет уже очень давно. Сегодня могут объявить о снятии запрета на удары по территории России дальнобойным оружием. Уже находится госсекретарь США Энтони Блинкин и глава Министерства иностранных дел Британии. Они уже находятся в Киеве сейчас. Не только они, множество иностранных гостей съехалось в Киев сегодня, делегаций. По поводу крымской платформы. Но об этом, обо всем по порядку. Главная новость, возможность снятия вот этих ограничений. Плюс поговорим о том, что Путин от Турции требует какие-то сумасшедшие гарантии безопасности, чтобы его не сбили пока, когда он будет лететь в Турцию, чтобы его, не дай бог, не сбили с территории Украины. О том, что Китай попался, такие американцы обозначили, что Путин Китаю платит сумасшедшую цену. И это не деньги, это не золото. С чем Путин платит Китаю за товары двойного назначения тоже поговорим. Итак, давайте разбираться. Если вы здесь впервые на этом канале, то подпишитесь. И давайте начнем с этой главной новости. Итак, госсекретарь США и глава МИД Британии находятся в Украине. И США готовы разрешить удары дальнобойными ракетами по России. Об этом пишет корреспондент Аксиос. Он ссылается на главу Комитета Конгресса по международным делам Майкла Маккола. То есть он говорит, что США готовы разрешить наносить удары по России баллистическими ракетами-атаками. На самом деле все не совсем так. И решение может быть немножечко иное. То есть 10 сентября Энтони Блинкен прилетел в Лондон. То есть вчера он поговорил с Дэвидом Лэмми. Это глава Министерства иностранных дел Британии. И вот сегодня вдвоем они прибыли в Киев. Понятное дело, что вот не просто так это совпадение. Джо Байден должен встретиться с британским премьером в эту пятницу. И многие американские СМИ пророчили, что мол в эту пятницу Джо Байден вместе с новым британским премьером они решат снять ограничения на удары по России. Но вот судя по всему произойдет это немного раньше и немножечко в иной форме. А если ограничения на удары баллистикой будут сняты, то в зону поражения попадают там ну просто Ростовская, вот я карту смотрю, Воронежская, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Липецкая, Тамбовская и Калужская области. Но область нас не интересует, нас интересуют конкретные объекты. 245 военных объектов, включая 16 аэродромов в зоне досягаемости этих баллистических ракет. Ну так вот кто карту представляет себе, то Воронеж, Липецк, практически Калуга, Ростов-на-Дону в зоне досягаемости. В качестве официальной причины, вот почему вдруг раньше не снимали ограничения, сейчас решили, в качестве официальной причины называют поставки баллистических иранских ракет России. И тут у меня возникает такой резонный вопрос, ну а северокорейские баллистические ракеты это не причина снять ограничения или 5 миллионов снарядов от Северной Кореи, которые были поставлены в Россию, Путин там выклянчивал аж бегом, 5 миллионов снарядов. Это не причина, потому что мне почему-то кажется, что по возможности нести смерть 5 миллионов снарядов гораздо серьезнее, чем 200 баллистических ракет. Ну это такое, как говорится, лучше поздно, чем никогда, поэтому ждем заявления. Но и тут все не так, не совсем так, как хотелось бы нам. Позиция Вашингтона относительно дальнобойных ударов изменилась как раз вот из-за поставок Ираном и поговаривают, что Байден все-таки не готов на разрешение ударами Атакамс, а готов дать разрешение на удары Сторм Шэдоу. Соответственно, это крылатые ракеты, это не баллистика, вот поэтому такая конфигурация, поэтому Энтони Блинкин вместе с главой МИД Великобритании здесь находится. То есть, по факту, скорее всего, ждем сегодня заявления о том, что Сторм Шэдоу разрешат бить по территории России. Ну, понятно, по согласованным целям и так далее, и так далее. То есть, и тут, но я бы очень хотел ошибаться, очень хотел, но вот американские СМИ и инсайдеры сообщают, что, скорее всего, именно так произойдет. И это лучшее вообще, ну, то есть, это в принципе лучшая конфигурация. Может так случиться, что и сегодня скажут. Ну, да вот там в пятницу Байден встретится и решит. Поэтому, еще раз подчеркну, ждем все-таки вот этого решения по ударам. Тут еще один момент. Некоторые журналисты европейские заявляют о том, что вот это разрешение может быть, это такой анонс превентивный, превентивная мера в пику мирному плану Шольца, который там какой-то свой мирный план создает по линии разграничения и так далее, и так далее. Вот чтобы сбить немножечко инициативы, такие передачи территорий, решили, что пришло время немножко Украине дать возможность развивать наступление, в том числе и в Курской области. Хотя там сейчас наши войска перешли к серьезной обороне. Так что вот такие вот... Но, как отреагирует Россия? Вот тут важно. Многие говорят, что да, это все, особенно те, кто на российской нефти и газе сидят. Они говорят, это суперкрасная линия. Сейчас алкохоббит Медведев вылезет, скажет, что всем крышка, всех уничтожим. Путин нажмет красную кнопку. Нет. Я просто напомню один очень яркий момент с ядерным оружием. Очень многие эксперты, журналисты, в том числе и политики европейские, говорили, что вот 22-й год, конец, украинские войска погнали, сами знаете, какими тряпками, россиян из Херсона, из Харьковской области, что если мы подойдем к Крыму, все, Путин готов нажать кнопку. Все, готов. Крым это все, это сакральная территория. Так сейчас вот, 24-й год, сейчас украинские войска на исконно российской территории стоят. Ну ладно, там, может не исконно, но на российской, общепризнанной территории в Курской области. И что, завоеватель полутораметровый нажал кнопку? Нет. Поэтому и доктрину сейчас переписывать свою ядерную будут. Володин, спикер Госдумы Российской Федерации, заявил, что Россия, если будет дано разрешение на удары дальнобойными ракетами, применит более мощное и разрушительное оружие. А западные страны станут непосредственными участниками военного конфликта. Какое более мощное и разрушительное оружие? По-моему, по нам запустили уже все, что могли. От кинжалов там до кабов уже каких-то новых, 3000 и так далее. Какое более разрушительное? Дальше, вот более разрушительное, это тактическое ядерное оружие. Решится Путин применить его после того, как будут разрешены удары? Я думаю, нет. Тем более, смотрите, какая интересная ситуация. Крым считается в России, ну, самой, что ни на есть, вернулся в родную гавань. Российская территория, золотозубые орды там верещали Путин, президент мира. Самая российская, даже, наверное, более российская, чем некоторые курские и белгородские области. Так вот, удары по Крыму уже давно происходят и баллистикой, и крылатыми ракетами. Нажал Путин кнопку? Нет. Два варианта. Либо он Крым на своем вот этом вот гнезде не считает российским, либо что тогда? Либо он просто не готов нажимать кнопку. Видите, как оно получается? Поэтому вот такие вот моменты. И привет большой россиянам. Следующая новость, я думаю, вас очень и очень обрадует. Путин передал Китаю секретные технологии в обмен на помощь в войне против Украины. То есть, вот США заявили, что Китай оказывает существенную поддержку России и помогает тем самым вести войну. Ну, экономическую мы знаем прекрасно. Спасает экономику, покупает энергоносители, заваливает Россию просто своим ширпотребом под завязку. И не кто-то об этом заявил, а заявил конкретно заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в Брюсселе. Он сказал, что Китай не только уже товары двойного назначения, но и конкретно военную помощь осуществляет. Разные были материалы на этот счет, что и порох поставляет, и еще что-то необходимое так для снарядов и другого оружия. Но, почему это новость, я передаю привет россиянам. Путин в обмен на это делится с Пекином технологиями, связанными с подводными лодками, ракетами и другими видами современных вооружений. То есть, все, что, как говорится, нажито, наработано непосильным трудом, еще с Советского Союза, технологии, разработки, все эти НИКБ, где там колдовали над этим. Сейчас пляшизавр просто с легкой руки разбазаривает за 3 копейки, за чипы, за платы, за станки по обработке металла. То есть, по большому счету, он сейчас продает, делает бартер, даже не продает, не соизмеримыми вообще товарами. То, что никогда в жизни Россия не должна была продавать. Он просто сейчас передает Китаю в обмен на то, что не может просто из-за санкций купить. Вообще, это клондайк для Китая сейчас вытащить все технологии из России. Но, а теперь вот почему я передаю привет россиянам. Китай сегодня, друг, брат, партнер и все такое, завтра враг. Враг с технологиями, которые Советский Союз, ученые по всему Советскому Союзу, это и Украина, и Молдова, и республики Средней Азии. Ну, в общем, все разрабатывали, потом эти наработки, естественно, присвоены были Российской Федерации, и дальше они там совершенствовались, туда вкладывались деньги, не знаю, там на какой стадии, на каком уровне, по крайней мере, по оружию точно там они двигались. И теперь это все раз и передается Китаю. Вот, а завтра, вообще сейчас Китай, если зайдет на Дальний Восток, он не встретит никакого сопротивления. Там будут еще все уже китайские. Путин же сказал, что маленькие члены его семьи уже говорят на китайском, выучили китайский. Смотрите, подготовился гаденыш. Но на Дальнем Востоке уже все давным-давно, ну, как минимум, как-то объясниться могут, поэтому там проблем не будет. И кто же этот агент, который разбазаривает, раздает технологии, а военный, секретный, это вот тот, вот представьте себе, залез в такую, в такой зад, не может оттуда вылезти, понимает, что начинает как в болоте, знаете, чем больше дергаешься, тем больше засасывает, и он еще и в этой ситуации сейчас распродает все, что можно распродать. Прекрасно. По-моему, когда крякнет вот этот вот персонаж в Кремле, всем станет понятно, что он работал на западной разведке. Но вот тут Соединенным Штатам нужно задуматься, что не снимая ограничения, не поставляя в должном, в необходимых объемах, простите, оборудование, технику и оружие в Украину, фактически продлевается тот период, когда Путин их главному конкуренту и врагу, Китаю, передает вот эти военные технологии. То есть Путин сейчас вооружает Китай в потенциальной войне против кого? Против государства номер один, другого, мощного, и Россию уже из этого пантеона выкинули. Вот будет противостояние двух государств. Только одно высосет как пылесос все военные технологии из России. Поэтому чем быстрее закончится война, тем меньше Путин передаст технологии Китаю. А для того, чтобы она закончилась быстрее, Путина нужно поставить в такую ситуацию, когда он, в принципе, ему будет воевать крайне сложно. А это удары по территории Российской Федерации, в глубину. Уничтожение аэродромов, техники невозобновляемой, я подчеркну. Самолеты в таком количестве системы ПВО, новые ракеты. Вот недавно же сгорел под Воронежем склад с северокорейскими. Ну как сгорел? Дроны украинские немножечко подожгли, да. И не может Путин по всему миру дальше пылесосить. Там Иран столько производить не может. Поэтому вот Соединенным Штатам, как говорится, хозяюшки на заметку. Путин потребовал сопровождения истребителей для своего полета в Турцию. Вот тут новость крайне интересная. Американские СМИ сообщают, что не может Путин полететь в Турцию. И главная причина сейчас, ему нужно сопровождение его, российских истребителей. Турция готова предоставить в своем воздушном пространстве свои истребители. Но Путин говорит, нет, всю дорогу мои должны сопровождать. В чем нюансик, как говорится? В том, что Турция страна НАТО. И на российские истребители системы ПВО турецкие, НАТО по факту, должны среагировать. Ну, могут и не различить. Система свою чужой, естественно, не должна определить как своих. Поэтому как тут быть? Отключать, перепрограммировать, что делать? Но Путин категорически говорит, вот только со своими сопровождением своих истребителей и все. И еще опасение, что лайнер Путина будет атакован с территории Украины. То есть, скорее всего, он полетит таким крюком через, наверное, чуть ли не через Иран. Вот так в Турцию, явно не через Черное море. Тут его ждут, ожидают уже. Флот в Черном море спрятался в Новороссийску, уже сидит там под плинтусом. В Крыму Черноморского флота больше нет. Поэтому будет сложно защищать. Понятно, там есть свои системы ПВО, но всякое может быть. И вот такой странный запрос. То есть, представляете, если бы он был как Ким Чен Ын, который, ну, в лучшем случае только Россию может посетить, то там есть своя сухопутная граница. Там Ким Чен Ын на бронепоезде приехал, машину его выгрузили из поезда, и он радостный помахал ручками, затарился в Макдональдсе и погнал обратно. А тут нет. Тут нужно лететь. Поэтому вот такие вот сложности возникли. Ну, а в США завершились дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Камалы Харрис. Ну, здесь очень коротко только про то, что нас интересует в этом ключе. Поговорили про Украину они в том числе. Трамп уклонился от ответа на вопрос, желает ли он победы Украине. Он сказал, что я быстренько обтяпаю эту сделку, имеется в виду мировое соглашение, позвоню одному, позвоню второму и все. Чик-чирик и все будет готово. Как? Какими уступками не уточнил. Ну, ранее он говорил о том, что Путину скажу, давай иди на уступки, или я дам Зеленскому много оружия. Зеленскому скажу, ты иди на уступки, иначе там вдруг зависнет в Конгрессе помощь, сам понимаешь. Может быть такое, тем более такое уже было. Так вот, Трамп обвинил Байдена и администрацию Белого дома, что это именно из-за них началась война. И он задал очень такой непростой и колкий вопрос, ну и сам на него фактически ответил, о чем он говорит. Вот смотри, Камала Харрис была в Украине за три дня до вторжения, а Соединенные Штаты знали о том, что Путин готовит войну, я думаю, что с начала осени просто, а может еще раньше. Так вот, судя по всему, раз вы пытались убедить, ну передали Зеленскому, планы Путина, раз вы пытались убедить наверняка и российскую сторону не нападать, вы не убедили, значит вы не те аргументы применили. Значит вы не убедительны были, не страшны, не жестки, не жестоки. Ну раз на вас Путин наплевал и подумал, что ваши вот эти вот угрозы, предупреждения, все это полное фу-фу. Поэтому вот так вот Трамп вот так поставил вопрос. Ну и Трампу тоже, конечно, досталось. Камала Харрис по поводу Украины заявила, что если бы Трамп был президентом, то Путин бы уже сидел в Киеве. Ну не Путин, может быть там какой-нибудь Янукович, который был подготовлен уже в Беларуси, там сидел где-то дранники, номинал, думал сейчас его тут вот так вот раз и на банковую обратно вернут. Но нет, Трамп сказал, что нет к вам уважения ни от Путина, ни от Зеленского, вы не знаете как общаться с Путином, я все знаю, я мега суперделец, я приду сейчас и быстренько все будет мир. Кстати, друзья, если вы не успели еще подписаться или по какой-то причине это не сделали, то вот я запускаю анимацию уровня еще чуть-чуть и бог анимации, и она напомнит о том, что можно на этот канал подписаться. И в общем-то по итогу, мне кажется, Трамп, во-первых, немножечко расслабился, думал, что это будет, ну может чуть сложнее, чем дебаты с Байденом. Нет, Камала Харрис очень хорошо и вела дебаты эти, и Трамп тоже, они лицом так отыгрывали, два актера, у которых нет Оскара, и очень интересно это было смотреть. Поэтому Трамп всем напомнил про Третью мировую, про угрозу ядерной войны, про все остальное, хотя мне кажется, что уже угроза ядерной войны, но уже на эту угрозу смотрят скептически многие, потому что, ну мы прекрасно знаем, что будет с Путиным, с Россией, с его союзниками, точнее они сами от него откажутся, если он вдруг захочет применить, или если вдруг захочет ударить по каким-то европейским базам. Ну ему просто крышка, там уже никто церемониться не будет, и весь теневой флот утонет в один момент. Поверьте, все это возможно, когда затронут блок, Североатлантический альянс. К сожалению, я сейчас с сожалением эту фразу говорю, то вот будет все по-серьезному. Так что недостаточно Путину аргументированно объяснили, что не нужно нападать на Украину. Это я еще раз главную фразу, на мой взгляд, Трампа повторю. Ну а по итогу дебаты выиграла все-таки Камала Харрис. По оценкам СНН 63% признали, что она победила в этих дебатах, и 37% Трампу отдали. И даже прореспубликанский Fox News признал, что Камала Харрис была лучше. Я напомню, 28 июня Байден разгромно пролетел 30%, ему отдали предпочтение, 67% Трампу. Ну и, знаете, закончить хочется на очень и очень такой интересной новости, которая только-только, вот она буквально упала. В Мурманской области, в районе поселка Высокий, работало ПВО. Россияне сообщают, что сбили два дрона, пытались они пролететь, атаковать аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики. Так вот, почему это просто бомбезная новость? Потому что до аэродрома Оленья по прямой 1825 километров. Ну, здесь нужно понимать, что по прямой беспилотник не летит, естественно. 1825 километров. То есть, у нас, получается, есть беспилотники, которые свыше 2000, если не по прямой, километров уже пролетают. Кстати, об этом недавно заявил глава ГУР Кирилл Буданов. И вот сразу за заявлением полетели маленькие, но гордые украинские беспилотники очень и очень далеко на север российский. Я не знаю, куда теперь россияне будут прятать за полярный круг или вообще свои эти самолеты. Но это теперь их проблема и проблема полутораметрового завоевателя. А нашим вооруженным силам желаю успехов. Всем вернуться живыми, здоровыми. Ну, а вам, друзья, берегите себя, берегите своих близких. Спокойного нам всем дня. Ждем, надеюсь, хороших новостей сегодня. И слава Украине! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!